Детский сад На этот раз мы решили узнать, зачем нужны резиновые сапоги. Чтобы ходить по лужам, чтобы не промокнуть, чтобы по лужам ходить. Потому что они резиновые, они не промокают, минуты не зачекают. Когда лужи, никакой другой обуви нельзя ходить. Чтобы не пачкали сапоги, чтобы не пачкали другие обуви. Потому что они не могут проливаться внутрь. Потому что они не могут проливаться внутрь. Вот поэтому они резиновые. Потому что они высокие. И потому что они защищают немножко одезду на станистке. У меня изноцветные сердечками. У меня еще классные сапоги. Кто такие туземцы? 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 Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я не знаю. Я думаю, что это люди. Не знаем. Не знаем. Никто не знает. А я думаю, что это животные. Я никогда это особо не слышала. Может быть, зоопалки готовые. Я подумаю, что на зоне еще есть заяц. А вот этот, который в лесу даже. Я подумаю, что туземец – это волк. Бывают английские люди. Американские. Где живет единорог? Единорог? В зоопалке. В лесу? А единорог – это кто? В сказке. В динозаву, что ли? В лесу. Похоже на лошадь, но у него лог есть. Это олень. Настоящих единорогов в России не бывает. Ну, одинок. А у оленя – два. Я понял. Это динозавр какой-то с одним врагом. У меня есть такой. Живет на двух ногах. Хочете, я покажу? Только в сказках. Только в сказке. Только в сказке. Это животное. Большое динозавр. Похоже на качелу, только еще больше даже. Он похож на лошадь. Но отвечает с ологом. В Африке, где у нас жили всегда динозавры. Да, нет. Да. А у оленя – это не динозавр. Динозавр. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Динозавр похож на лошадь, но у него лог есть. Один. Один. Они, хвост у них как, как вот это. И ноги волшебные, у них на голове есть такой палочкой. Такой нос иголкой. Это не нос. Похоже. А, это похоже. Значит, это какой-то непонятный динозавр. Или какой-то непонятный лошадь. Я веду гультики. Ну, ничего не веду. Тобные феи, шайки. Не знаю. В казачной стране. Хвост как радуга. В зимней стране. Что такое подтяжки? Это споет. Подтяжки – это чтобы вот так заматывать станы. Это зарядка, вот, например. Так одевается. Ну, чтобы не спадали штаны. Так вот подтягивают. Угу. Ага, они удобные. Мне вот розовое удобное. Мне как на яме похожи. Что они не упали? Подтягиваться. То, что они не спадали, не упали. Это йога. Как приготовить омлет? Из яичек. Из моркови. Омлет готовится сначала. Яйца вот так сазать. И его базарить потом. И все готово. Потом нужно помесать холостенько. Потом нужно всего лишь переесть омлет. Сначала надо яйцо взвесывать, потом сзарить и получается яичница. Вливают. А потом крадет нас коротко. Просто нужно побить яйца, потом отзарить, потом поварить холостенько и кусать можно. И вазарят. Я кусаю. И я кушаю. Бабушка, мама, еще папа. А папа мне готовят. Он старается тепленьким. А если вновь, то я горячим. А мама мне не готовит омлет. Она же, она даже не папа готовит омлет. Я кусаю. Только всегда хочу. А мне не дают. А мне мама дома не готовит. Она забывает какой-то омлет. А зачем там микрофон? А все нагрузки. Такие вот мысли у самых непосредственных жителей нашей планеты. Цените каждый миг и не спешите взрослеть.